У нас в гостях человек, с которым мы более широко поговорим на эту тему, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Здравствуйте, Михаил. Спасибо, что пришли. И вот скажите, пожалуйста, обычному человеку что лучше, вступить в таможенный союз либо прислушаться к зову Евросоюза? Ну, во-первых, Евросоюз не зовёт. Как не зовёт? Ну, просто не зовёт, и всё. Почему? Евросоюз сейчас находится в экономически-финансово-сложном положении. Они там с трудом спасают эту бедную Грецию. Она уже начинает продавать свои острова, сдавать в аренду на 100 лет для того, чтобы выжить. И ещё получает от Европы там 10-100 миллиардов долларов, чтобы как-то там платить своим гражданам 13-ю, зарплату 14-ю. То есть у них нормально, так до 25, по-моему, им плачут. Нормально. А скажите, а если бы вдруг, ну вот так, представим, Украина бы вдруг попала неожиданно после Нового года в Евросоюз, я уверен, что бы они о Греции забыли сразу же бы. Ну, они точно забыли бы о Греции, потому что количество проблем, которые бы они получили на свою голову... Что, Гресса, там... Да, уже ладно. Но, в конце концов, я думаю, что если бы это произошло, если бы у них не было кризиса, и было бы много денег, чтобы помогать, и они бы сказали, да, мы будем выравнивать вас, Украину, Германию, я за бы, я бы поддержал. Тогда расскажите, все-таки большинство тех людей, которые влияют на принятие решения вступать или не вступать в таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном, они все-таки склоняются к чему больше? К... К себе. Ну, просто у них там есть в Европе... Бизнес. И бизнес, и собственность, и яхты, которые... Ну, честно говоря, все. У них все. Дети учатся, соответственно, в Швейцарии и так далее. Поэтому они должны хорошо выглядеть для европейцев, чтобы получить визу к детям, там, навестить. Поэтому они думают прежде всего о себе. Тут же такая проблема. Ты думаешь о себе, но когда-то в какой-то момент наступает... Мы же демократическая страна. Наступают выборы. Вы тоже верите в это, да? Мы все верим. Наступают выборы. Между прочим, тут можно шутить сколько угодно, но у нас власть все время меняется. То одна, то другая, то опять-то... Поэтому... У меня уже тоже есть Буденовка. А некоторые люди у нас, например, при любых властях хорошо себя чувствуют. И в одной в команде, и в другой в команде. Но власть... Я даже число их знаю, 450 человек, да. И это пример... Я бы сказал так, это пример того, что все-таки у нас какая-то демократия есть. И вот есть, когда какая-то демократия, и власть может поменяться, то приходится думать о том, о нас, обо всех. О том, чтобы мы проголосовали потом. Хотя бы... Ну, хотя бы чуть-чуть проголосовали, чтобы... Ну, нельзя же 100% вложить. Значит, хотя бы... Какие-то голоса должны быть в пользу этой власти. А это означает, что они должны выбрать экономически эффективный ход. Ну, правильный, понятный. Да, правильный, понятный. Какой-то будет на перспективу с вариантом развития, да? Ну, хотя бы на пару лет до выборов. Хотя бы, понимаете? А скажите, а нельзя ли Украине как-то остаться и не в таможенном союзе, и не в Евросоюзе? Вот сама она продержится, как англав, не поддавшись. Вот видите, Леня, вы устами молодого человека глаголит истина. Я, например, полностью поддерживаю эту идею. Давайте временно никуда вступать не будем. Ну, во-первых, в одну сторону нас не приглашают, а в другую приглашают, но не на тех условиях, на которых я бы согласился. То есть вестись на дешевый газ, на... Это мало. Мне мало дешевого газа. Мне надо еще кое-что. Нет, тоже вообще газа только мало. Надо еще что-то. А действительно, вот как утверждают знающие люди, если, предположим, Украина вступит в таможенный союз, поменяется валюта, и, возможно, это не гривна будет, а рубль, либо казахская, как мы говорили, тенген. Нет, нет. Это может быть только в более далекой перспективе, когда будет создан единое экономическое пространство, а потом, может быть, Евразийский союз, где, может быть, будет одна валюта. Но это уже так далеко, что... Ну, то есть это опять получается, объединяется княжество и Украина, таким образом, как бы, вступая в таможенный союз, становится одной составляющей... Да, большого пространства. Да, примерно так, как Польша вступил в Европейский союз, становится частью, значит, большого красивого пространства. А мы, может, не такого красивого. Ну, жизнь покажет. Вот, наоборот, у нас пространство красивое, не хотелось бы кому-то просто так, из-за деньги. Спасибо, у нас гостя был... Михаил Погребенский. Спасибо. Спасибо. Спасибо.